Слово для представления. Проект закона об областном бюджете на 2023 год и последующие два года принят в первом чтении на очередном заседании Законодательного собрания автономии. Согласно основным параметрам, доходы бюджета составят 14 миллиардов 700 миллионов рублей, расходная часть на 203 миллиона больше. Несмотря на дефицит, на будущий год и последующий период бюджет сохранил социальную направленность. На базовом уровне сохранены расходы на питание и медикаменты, сохранены все меры социальной поддержки, действующие в текущем году. Кроме этого, учтены дополнительные меры социальной поддержки. Это связано с индексацией размера денежных средств выплачиваемых ежемесячно на содержание детей, находящихся под опекой и попечительством на 6,1%. Пока главный финансовый документ области сверстан без учета будущих поступлений из федерального бюджета. Об их размерах станет известно ко второму чтению закона проекта. Тогда и будут пересмотрены основные параметры в сторону увеличения. Учтены расходы и на некоторые новые социальные обязательства. Например, принят областной закон, который наделяет правительство региона правом выдавать сертификаты на приобретение жилья для детей-сирот. Там четко прописаны критерии, кому можно выдавать эти сертификаты. Это люди старше 24 лет, которые состоят в браке, имеют детей, социально адаптированные и так далее. Потому что сертификат – это денежная единица и нужно его давать тем людям, которые смогут с этим сертификатом потом приобрести на него квартиру. На реализацию данного закона в областном бюджете на будущий год предусмотрено около 30 миллионов рублей. Никита Натапов, Богдан Патрин, Новости 21.